Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады очередной встрече с вами. И сегодня мы обсудим, возможно, в какой-то степени для вас совершенно уникальные сведения, касающиеся биохимического статуса крови высокопродуктивных молочных коров. Это не только физиологический отрицательный энергетический баланс, но и так называемый индуцированный отрицательный энергетический баланс. Что это такое за состояние, когда они возникают и как их контролировать? Итак, физиологический отрицательный энергетический баланс. Высокопродуктивные коровы, молочные коровы, удивительные совершенно существа, уникальная у них физиология, в том числе и чрезвычайно чувствительная ко всем изменениям в кормлении и условиям содержания, которые оборачиваются в первую очередь нарушением обмена веществ и всевозможными последствиями и неинфекционными заболеваниями на этом фоне. Поэтому мы с вами уже в курсе того, что контроль за обменом веществ это необходимая и, можно сказать, достаточная составляющая менеджмента современных высокопродуктивных молочных стат. Уникальность организма высокопродуктивных молочных животных еще и в том, что к моменту отела, а вернее сказать, к транзитному периоду, и он обозначен на слайде, происходит существенная гормональная перестройка в организме животных, связанная с завершением формирования плода и подготовкой к отелам, в связи с чем на этом гормональном фоне резко снижается аппетит и, соответственно, потребление корма. Вы видите эту кривую, обозначенную коричневым цветом. Минимум потребления корма как раз приходится на момент, когда организму требуется колоссальное напряжение для преодоления отела, для жизнеспособного потомства и, самое главное, буквально спустя какие-то 5-10-15 дней, коровы входят в первую фазу лактации и в этой фазе наблюдаются самые высокие удои. Следовательно, физические возможности животного и потребности, вызванные производством молока, вступают в борьбу, вступают в конкуренцию и не всегда эта конкуренция оканчивается победой животного. В связи с наложением двух сложнейших физиологических процессов, это физиология транзитного периода отела и первой фазы лактации и типичного классического вида лактационной кривой, неизбежный дефицит энергии, который получил в теории и практике менеджменте, управление высокопродуктивным молочным стадом термин отрицательный энергетический баланс. Чем выше эта разница между физиологическими возможностями животного в первой фазе раздоя и генетически заложенной продуктивностью коров, тем жестче и, как говорят специалисты, глубже отрицательный энергетический баланс, который необходимо преодолевать, по сути дела, на протяжении всего периода лактации. Если животное не в состоянии компенсировать этот дефицит энергии, а в этом случае уникальность высокопродуктивных животных заключается в том, что с возникновением отрицательного энергетического баланса включается собственный компенсационный механизм. И те жиры, которые накоплены в сухостое, в случае их нормы, то есть если коровы подошли с 3,5 максимум баллов упитанности, в этом случае происходят физиологически оправданные затраты эндогенного жира с образованием необходимых источников энергии. В том числе главными источниками энергии являются неэтерифицированные жирные кислоты, или, как принято в нашей отечественной практике, называть свободными жирными кислотами, или легко доступными, легко летучими жирными кислотами. Именно они являются источниками образования в организме глюкозы, и, таким образом, последовательная цепь биохимических процессов, эти кислоты необходимы для поставки необходимой энергии организму. Однако, если превышенный упитанный сухостойный период, и коровы к котелу, и в первой фазе лактации, и то бишь физиологическому оправданному, отрицательному энергетическому балансу подошлись вверх упитанными, или, скажем, ожиревшими, то в этом случае эндогенный жир лавиной расщепляется в организме животного, появляется избыток неэтифицированных жирных кислот, и одновременно с их расщеплением, с точки зрения, окислением, простите, с целью поставки энергии, они, избыточное их количество, депонируется в печени с преобразованием в три глицериды, которые являются типичными жирами, типичными липидами. Одновременно с этим происходит в силу гипоксии, естественной совершенно гипоксии, часть этих кислот недоокисляется и превращается в клетоновые тела. Если процесс проходит в норме, физиологической норме, и не возникает так называемый жесткий, отрицательный энергетический баланс, то кетогенез – это также один из биохимических процессов организма жвачных животных, который обеспечивает образование кетоновых тел, они также являются источниками энергии, если они способны далее доокисляться. Если же кислот чрезвычайно много, то накапливаются и кетоновые тела, и они уже не утилизируются, печень не в состоянии утилизировать избыток вот этих вот метаболитов, и таким образом возникает известное всем заболевание, которое является типичным следствием отрицательного энергетического баланса – это кетоз. И одновременно могут наступить нарушения рубцового пищеварения в связи с кровотоком и поступлением в рубец избытка свободных жирных кислот, и тогда это состояние получило название в ветеринарии кетоацидоз. Это сложнейшее состояние, из которого можно животное выйти только при тщательном наблюдении за ним, и, конечно, наличие факторов, наличие индикаторов этого состояния, к которым прежде всего относятся биохимические показатели крови. Однако, это не единственный дефицит энергии, который претерпевают высокопродуктивные молочные коровы на протяжении своего физиологического цикла. Специальными исследованиями установлено, что при достижении пиколактации и естественном переходе после достижения пиколактации на низкоконцентрированные рационы, низкопитательные рационы, в сравнении с высококонцентратными рационами, которые коровы употребляют в первой фазе лактации, возникает так называемый преднамеренный или индуцированный отрицательный энергетический баланс. Такой дефицит энергии возникает только в том случае, если в хозяйстве предусмотрено вот это детализированное кормление и с целью экономии дорогостоящих концентрированных кормов и недопущения перекорма высокопродуктивных коров, специалисты намеренно переходят на низкопитательные рационы. Кстати, если мы с вами обратимся к детализированным нормам, то такое снижение безусловно предусмотрено, ибо в последней фазе лактации снижается удой и нет уже необходимости в потреблении столь высоко концентрированного рациона. Что же это за процесс? Вы видите, коллеги, сейчас два графика. Вот эти исследования, которые выявили возникновение индуцированного отрицательного энергетического баланса, были проведены для трёх периодов. Причём сравнивались коровы, которых кормили на протяжении всей лактации достаточно концентрированным рационом с той группой коров, которых после достижения пика лактации переводили на менее питательный рацион. И мы с вами будем обсуждать именно результаты вот этой экспериментальной группы. Периоды обозначены были следующим образом. 12 недель после отёла коров кормили высоко концентрированным рационом и эти 12 недель соответствуют так называемому первому периоду и достижении пика лактации. Будем считать, что это первая фаза лактации. Второй период достаточно краткосрочный. Это 3 недели после пика лактации перевода на низкопитательный рацион. И третий период это также низкопитательный рацион до, собственно говоря, окончания периода лактации. Итак, обратите внимание, как меняется, какова динамика потребления сухого вещества на протяжении вот этих всех трёх периодов. Первый период достижения пика лактации 0-100 дней резко вверх, естественным образом поднимается потребление сухого вещества. Однако после того, как перевели коров на низкопитательный рацион, мы наблюдаем минимум потребления сухого вещества и далее это на протяжении вот этих трёх недель, то есть после высоко концентрированного на низкоконцентрированный рацион. И далее в течение дальнейшего потребления так называемого ограниченного кормления потребление сухого вещества приобретает, будем говорить, постоянную динамику, близкую к пику потребления сухого вещества. На этом фоне энергетический баланс представлен вторым графиком. Вы видите, что в момент достижения пика лактации коровы испытывают физиологически, совершенно естественным образом оправданный дефицит энергии. Однако к пику лактации если всё нормально и обмен веществ нормальный, и коровы, в общем-то, здоровы, достигается норма, будем говорить, поставки энергии для производства молока. С переводом коров на низкопитательный рацион опять-таки эта динамика впадает в минимум, и вот этот минимум как раз и является индуцированным отрицательным энергетическим балансом, который также неизбежен, если предусмотрено детализированное кормление и намеренный перевод высокопродуктивных молочных коров на низкопитательные рационы после достижения пика лактации. Однако этот индуцированный дефицит энергии также преодолевает будем говорить организмом коровы и уже в третьей фазе лактации корова выходит в норму энергообеспеченности. На этом фоне вот такую динамику имеет и удой. Да, пик лактации достигается к 100 дня, а далее все-таки удой снижается, но это вызвано возникновением отрицательного энергетического баланса. Этой картины не избежать, если животные переходят на низкопитательные рационы. Однако потеря удоя здесь не столь будет существенна, как если животные не преодолевают физиологический энергетический баланс и имеют последствия вот этого жесткого дефицита энергии. В данном случае минимум энергии, дефицит энергии наблюдается, но животные при полноценном здоровье легко справляются с этим индуцированным балансом, с этим индуцированным дефицитом энергии и выходят на норму лактации, которая соответствует третьей фазе лактации. Итак, факторы риска. Собственно говоря, эти риски характерны как для физиологического, так и индуцированного отрицательного энергетического баланса, потому что биохимия процесса, метаболизм питательных и энергетических веществ близок и в том и в другом случае наблюдается с целью компенсации дефицита энергии, мобилизации эндогенного жира, и мы уже с вами знаем, какие последствия в результате этого есть, и это лавинообразное расщепление собственных резервов жира. С целью компенсации дефицита белка происходит мобилизация эндогенного мышечного белка, что может привести к мышечному истощению. С целью компенсации дефицита макроэлементов происходит резорбция кальция и фосфора из костной ткани, что может привести к остеодистрофии и зачастую остеомоляции. И на фоне нарушения обмена веществ снижается естественно иммунный статус животных и их резистентность к инфекции. Итак, как управлять этими достаточно сложными физиологическими процессами в организме высокопродуктивной коровы? Цель одна сохранить здоровье и сохранить полноценное долгое хозяйственное использование дорогостоящего животного. сохранить и потомство сохранить молочное стадо. Есть единственный индикаторный метод диагностический метод которым является биохимический контроль. Сейчас принят термин тест метаболического профиля. Мы с вами этому моменту посвятим специальным именам но сейчас я лишь только отмечу что этот тест уже признанный диагностический тест признанное диагностическое тестирование в управлении продуктивными хозяйственными животными и он является комплексным методом на основе биохимических показателей крови. Это единственная оперативная диагностика которой специалисты могут оценить степень развития отрицательного энергетического баланса на протяжении возникновения вот этих двух сложных физиологических дефицитов энергии. Какую картину показателей крови следует ожидать в случае физиологического и преднамеренного отрицательного энергетического баланса? Белковый обмен будет представлен вот такими четырьмя графиками динамики показателей белкового обмена. Обратите внимание на тщательное внимание на эту динамику. Итак, котелу совершенно естественным образом в силу дефицита поступления экзогенных питательных веществ происходит снижение содержания общего белка в крови. Однако с переходом на высококонцентрированный корм если в организме все в порядке поднимается почти до середины нормы уровень содержания общего белка. Однако на фоне перехода на низкопитательный рацион и возникновение индуцированного отрицательного баланса вновь мы наблюдаем небольшой минимум который коровы достаточно легко преодолевают и общий белок к завершению лактации к запуску к сухостою входит в должную норму. Аналогичным образом ведет себя альбумин и креатинин. Вот такая динамика это естественная совершенно динамика белкового обмена. Мочелина является также отражением происходящих метаболических процессов поскольку на фоне дефицита энергии как правило весь аммиак в рубце не может преобразоваться в микробиальный белок и поэтому часть аммиака утилизируется печенью в виде мочевины и некий избыток мочевины поступает в кровь. Поэтому на момент оттенов мы видим рост уровня мочевины в крови и на момент индуцированного отрицательного баланса вы также видите небольшой максимум уровня содержания мочевины в крови. в соответствии с белковым обменом будет вести себя углеводный и жировой липидный обмен. Глюкоза будет проходить на минимуме. Желательно конечно чтобы все-таки к моменту пика лактации глюкоза оказалась где-то хотя бы на середине уровня на середине нормы содержания глюкозы. однако чаще мы наблюдаем вот такую вот скажем недостаточность глюкозы в крови. В этот момент поскольку и физиологический дефицит энергии и индуцированный дефицит энергии сопровождается мобилизацией эндогенных жиров холестерин как представитель этого класса органических соединений возрастает и мы видим в крови рост холестерина по мере приближения к индуцированному отрицательному балансу. Характерно то, что к моменту отела мы не наблюдаем резкого подъема холестерина организм еще пытается справиться с активной интенсивной мобилизацией жира. Но поскольку жиры постепенно накапливаются в организме и удаляет по этому процессу индуцированный отрицательный энергетический баланс, мы видим постепенное возрастание уровня холестерина в крови к моменту к этому второму периоду возникновения преднамеренного отрицательного энергетического баланса. Далее в случае полноценного здоровья коров холестерин входит в норму. И как я уже сказала кетогенез это естественная совершенно биохимическая составляющая дефицита энергии в организме высокопродуктивных молочных коров. Мы будем наблюдать с вами в крови рост бета-гидроксибутирата среди всех трех кетоновых тел это наиболее устойчивая форма и она достаточно легко определяется в крови. В этом случае и к моменту отела, то есть преодоление физиологического отрицательного баланса мы будем наблюдать максимум. Но характерно является то, что второй максимум несколько ниже, чем первоначальный и если коровы вошли в транзитный период с полноценным здоровьем, то последствий индуцированного отрицательного баланса практически не наблюдают специалисты. Да, есть некий рост бета-гидроксибутирата, но он постепенно входит в норму и не угрожает будем говорить развитием кетоза или кетоацидоза корон. При этом печень неизбежно будет откликаться на все происходящее. неизбежно. Да, печеночные ферменты АЛТ и АСТ будут на тросте. Причем АЛТ будет несколько отставать от АСТ, но в любом случае в крови мы будем наблюдать рост этих ферментов, поскольку нагрузка на печень будет достаточно серьезной. Что давайте посмотрим еще минеральный обмен. И подведем итог. Кальций и фосфор меняются аналогично тому, что мы наблюдали для уже пройденных видов обмена веществ. Кальций пройдет минимум в момент отела. Думайте о том, какой это минимум, дабы не допустить молочной лихорадки. Мы с вами очень тщательно эту ситуацию обсуждали. Далее будет естественный максимум в связи с высоко концентрированным кормлением и некий спад в связи с возникновением индуцированного отрицательного энергетического баланса. Безусловно, эти макроэлементы основополагающие производство молока, затраты этих макроэлементов чрезвычайно серьезные, и поэтому отслеживать их в крови нужно очень тщательно. Итак, какой же итог? Что нам необходимо понять из той динамики, которую мы с вами сейчас обсудили? Важно не допустить одного. И физиологический дефицит энергии, и преднамеренный должны быть статистически управляемыми процессами. они должны проходить под тщательным контролем, под тщательным мониторингом. И только биохимический статус крови, я уже ввожу этот термин, коллеги, тест метаболического профиля, отражает, насколько удачно, насколько полноценно откликается организм высокопродуктивных коров на происходящие биохимические, физиологические и, соответственно, биохимические процессы в нем. Программа биохимического анализа крови в общем неизменна. Вы можете вносить какие-то определенные коррективы, но всегда под вашим наблюдением и, соответственно, карта биохимических показателей крови должна отвечать раннему супостую, транзитному периоду, включая 5 дней до тела и 5 дней после него, 60 дней лактации, пик лактации, 100 дней лактации, вторая фаза лактации и 200 дней лактации и между этими периодами от 100 до 200 коровы проходят, если вы переведете на низкопитательный рацион, второй дефицит энергии, который обозначен как преднамеренный индуцированный отрицательный энергетический баланс. Таким образом, коллеги, высшая молочная продуктивность возможна только в том случае, если в вашем менеджменте предусмотрены позиции, отраженные на этом слайде. Обязательный анализ рациона кормления в химической лаборатории. Еще раз напоминаю вам, что при всех суперпрограммах расчета разбег очень большой и достигает 30% между расчетными показателями и подлинными определенными в специальной химической лаборатории. Необходимо вести оптимальную программу мониторинга биохимии крови и молока, которую мы с вами обсудили, знаем и обязаны ее придерживаться. Все, что касается молока, это безусловно определение содержания белка, жира и мочевины. Необходимо иметь график контрольных доек, которые отражают физиологический процесс прохождения лактации. Насколько лактационная кривая подлинная соответствует той, которая заложена генетикой ваших животных. Нельзя переоценивать генетический потенциал и простите, так сказать, выжимать из животного больше удой, чем предусмотрено их генетикой. Учитывать естественное снижение жира и белка в молоке в первые дни лактации. Необходимо вести отбор молока из танка после утренней и вечерней дойки, поскольку установлена принципиальная разница между содержанием жира белка и мочевины в зависимости от времени отбора танкового молока. И имейте в виду, что до 30 дней лактации отбор проб молока рекомендуют осуществлять каждые 10 дней для того, чтобы выйти на ожидаемые показатели качества молока. Ну, что ж, я надеюсь, что эти данные, да, эта информация, так сказать, обратит ваше внимание на детальное отношение к режиму кормления, методом его контроля, методом его управления и однозначно совершенно, что факторами, индикаторами этого оптимального управления кормлением являются биохимические показатели крови, представленные в виде теста метаболического профиля. Ваши вопросы мы ожидаем. Пишите и звоните. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.